Лоретт Энн Уайт. Самые тёмные дороги. Джилл и Рэйо, которые хранят мечту об озере Биг Бар. После убийственного мороза. Карибу Кантри. 27 сентября. Воскресенье. Немногим более 20 лет назад. Уитни бежит, хотя в груди полыхает огонь. У неё пересохло в горле. Стебли полыни, сосновые иголки и острые камешки впиваются в босые ступни. Кровь стекает по внутренней стороне её бёдер, оставляя липкие следы в сухой траве за её спиной. Уитни опускается на четвереньки. Тяжело дыша, она внимательно прислушивается к звукам осеннего леса. Трава колет её голые ягодицы. Рваная ткань платья пристаёт к коже. Левую грудь пересекает рваный порез, а вокруг соска остались следы от укуса. Её длинные волосы, такого же жёлто-золотистого оттенка, как и трава, где она прячется, слиплись от пота и грязи. Уитни слышит тихий рокот двигателя, который доносится с лесовозной дороги на дальнем краю озера. В воздухе сгущается гнетущая, потрескивающая энергия. Приближается гроза. Деревья в лесу громко перешёптываются и раскачиваются под порывами ветра. Но она не слышит их. Высоко в небе раздаётся протяжный крик пустельги, и Уитни резко вскидывает голову. Она достигла лесной опушки и не знает, что делать дальше. За этой безопасной границей начинается открытое поле. Оно заросло отсветшим иван-чаем, и клочки белого пуха носятся над лугом, словно летний снег, пока вдалеке ракочет гром, а грозовые облака наползают всё ближе. Лес погружается в тень. Уитни знает эту местность. За плотной рощей деревьев на противоположной стороне луга находятся обветшавшие постройки заброшенного летнего лагеря. Это часть ранчо Хогена, и она может спрятаться там. Но ужас держит её в крепких тисках. Они могут вести наблюдение. Могут ждать, пока она не выбежит на открытое место, словно раненый олень. Время растягивается до предела. Облака клубятся всё гуще и закрывают потускневший солнечный диск. Лук тоже погружается в тьму. Она оторвалась от них. Возможно ли это? Теперь гром грохочет совсем близко. Звук силы ударяет по барабанным перепонкам. Страх подталкивает Уитни к действию. Она приподнимается и ныряет в заросли иван-чая. Не разбирая пути, она ломится через гущу стеблей и сухих соцветий, но её взгляд решительно устремлён на проём между деревьями на другой стороне поля. Её белые ягодицы мелькают в траве, как круп убегающего белохвостого оленя, идеальная мишень для охотника. Она слышит гиканье у себя за спиной. В противоположном направлении с рёвом пробуждается к жизни двигатель мотовездехода. Она окружена. Путь к бегству отрезан. По лицу Уитни струятся слёзы, но она не останавливается. Она пробивается через спутанные стебли, направляясь к просвету между деревьями и к возможному спасению. Рявкает выстрел. Птицы стайками взмывают из-под лесного полога. Пуля с горячим шелестом проходит рядом, мимо её щеки. Уитни кричит и отклоняется в сторону. Снова гремит гром. Небо становится чёрным. Крупные капли дождя начинают бомбардировку. Ещё один хлопок выстрела. Уитни ощущает удар в плечо. Сила удара вместе с полученным шоком заставляет её развернуться боком, и она падает в заросли иван-чая. Какое-то время она лежит на спине, оглушённая, скрытая густой растительностью. Горячая сырость сочится под плечом. Всё кончено. Уитни больше не может дышать. Дождь хлещет в её запрокинутое лицо. Словно в абсурдном видении, она сознаёт, что небо окрасилось в зловещий багровый свет. Уитни думает о своей матери. Её маме нравятся грозы. Потом она думает о своих ошибках. О Треворе и Эше. Всё пошло не так, как было задумано. Уитни начинает уплывать на волнах неописуемой боли, но пронзительный свист приводит её в чувство. Её глаза распахиваются, сердце отбивает дикую чечётку в груди. Она не может умереть, не может. Она не умрёт. Уитни старается перекатиться на бок, но не может, потому что левая рука не слушается её. Она хватается за стебли иван-чая здоровой рукой и кое-как приводит себя в сидячее положение. С неба льёт напропалую. Дождь хлещет ей в спину, смахивает мокрые волосы на лицо. Ветер кружит над полем и сотрясает кроны деревьев в лесу. В уме невольно возникают строки из песни, которые она слышала в автомобиле Эша. «Всё, что я хочу, это пожить в Л.А. Прежде чем умру, хочу кутить в Л.А. Веселье всю ночь, пока она не сгинет прочь, и солнце не взойдёт над Л.А.» Уитни была так близка к этому. Очень близка. Воплотить свою мечту — увидеть Лос-Анджелес. Она почти вырвалась отсюда. Казалось, всё будет хорошо и даже весело. Теперь она хочет только остаться в живых. Отправиться домой, к маме. Туда, в знакомые объятия трейлерного парка. Ещё один треск ружейного выстрела. Всё движется, как в замедленной съёмке, когда шрапнель разлетается от ствола рядом с её лицом. Мелкие щепки вонзаются в щёку и ослепляют правый глаз. Хныкая и причитая, Уитни уползает в заросли на другой стороне луга. Тут темно. Очень темно. Наверное, безопасно. Её левый глаз приспосабливается к полумраку. Лесное ложе покрыто папоротником и кустиками голубики. Уитни находит знакомую тропу и начинает брести по ней. Голоса. Уитни слышит голоса. Мужчины кричат, приближаются к ней. Рёв вездехода становится громче. Она видит старую хижину, покрытую сухим мхом или шайником. Молодые ростки пробиваются между сгнившими половыми досками. В тенях этих развалин стоит олень. Уитни застывает на месте. Олень смотрит на неё большими, влажными глазами. Но вездеход приближается, и олень бросается в сторону, с громким треском ломая кусты. Её охватывает паника, и она оборачивается вокруг. Где спрятаться? Старая хижина, она смотрит в первую очередь. И почему ей пришло в голову, что там она может спастись? Её взгляд падает на кедровое бревно. Это старинное, давно упавшее дерево, покрытое мхом, оранжевым лишайником и папоротником. Сгнивший ствол мог бы послужить для медвежьей берлоги на зиму или стать убежищем для пумы, в надёжном месте выращивающей своих котят. Уитни заползает внутрь, влача за собой вялую окровавленную руку. В дереве пахнет так же, как в старом сундуке, где её бабушка хранила меховое пальто. Знакомый запах. Надёжный, как семья. Приветливый. Уитни заползает всё глубже, пока не становится слишком узко. Тогда она сворачивается в клубок, глубоко в своей пещерке. Мягкий кедровый луп щекочет ей руки и ягодицы. Рёв вездехода стихает где-то за бревном. Она слышит очередной крик. Ещё один выстрел. Она зажмуривается в ожидании, когда её начнут вытаскивать за ноги. Но голоса отдаляются, как и топот ног в лесу. Внезапно становится совсем тихо. Если не считать звука капель, барабанищих по бревну. Они погнались за оленем, думает она. Дух оленя отвлёк их и спас её. Её тело охватывает безудержная дрожь. Уитни крепко прижимает ладонь ко рту, чтобы заглушить плач. Просто на тот случай, если один из них ещё рядом, и если это фокус, чтобы выманить её. Но она больше не слышит их. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова